Добрый день уважаемые подписчики канала Узнай секреты профессионалов Сегодня на обзоре у нас гриф завода Динамо города Луганск Так называемый Луганский гриф Это самый лучший гриф, который производился на всем советском пространстве ранее У него были конкуренты из Петрозаводска, это Эмбибор Белл И ленинградские грифы Вот у них обозначение было у ленинградского Была буквочка Л в виде штанги, поднятой вверх А у грифа в Динамо логотип такой овальчика внутри шпага Вот это, как я уже сказал, самые лучшие грифы Длина этих грифов 220 см Посадочный диаметр 50 мм Раньше были 55 мм Длина рабочей зоны стакана 41,5 см Длина рабочей зоны между стаканами 131 см Общая длина 220 см грифа Вот вес ровно 20 кг Это соревновательный гриф У него очень хорошая накатка и хороший такой медникель хром Такое покрытие гальваническое у него Вот, стаканы вращаются очень-очень легко Просто очень-очень-очень Это тяжелоатлетический гриф Есть такие же грифы полностью с гладким стаканом Это для пауэрлифтинга грифы У них единственное отличие от вот этих Это что гладкие стаканы Плюс диаметр самого грифа здесь 28 мм В пауэрлифтерских грифах 29 мм Итак, вот этот гриф, это 2018 года производства гриф Он сделан под замки трещотка То есть здесь такие специальные канавки И замки вот идут Вот такие Когда его одеваешь, то замки вот Нажимаешь кнопочку и фиксируешь Дальше уже блины подтягиваются вот такой гаечкой Существует для таких грифов и замков Мнение, вот так правильно одеваются замки Для того, чтобы для пальцев потом было как открутить Изначально же они продаются, сами замки Вот с таким вот расположением дожимной части И когда прижимается к замку вот эта часть Очень тяжело, малый захват для пальцев Гриф забивается, вот затянул его туго И потом невозможно раскрутить Для этого вот этот маленький лайфхак такой Их правильно вот так одевать Для того, чтобы было большее расстояние Потом взяться рукой и легче открутить было Вот Сами замки весят по 2,5 килограмма каждый И одеваются очень легко В принципе, вот Замки это не родные Это от старого грифа луганского, еще советского Поэтому разницу по хромировке вы видите Сейчас она более какого-то желтого такого оттенка Раньше была полностью белая Вот В Украине эти грифы сейчас приобрести можно в офисе В Киеве есть такой офис на метро Левобережная Там продают все спортивное оборудование завода Динамо Города Луганск Вот Если вы найдете такие грифы по дешевке Или советские, или еще какие-то То это самый-самый-самый лучший образец Их можно в принципе сравнивать с грифами Илейка Такими брендовыми Но Эти грифы Очень износостойкие Очень Крепкие Ну, можно сказать Это самый-самый такой Более Цена-качество Вот Если взять То это самый лучший образец цены-качества Это Очень крутой и хороший гриф Еще Вот сейчас Современный вот этот гриф Вот такой имеет логотип Наклейку на торце грифа Ранее было просто обычная железка С двумя дырочками под ключ Которые открывались А сейчас оно вот такое вот Просто логотип Написано Динамо Луганск И шпажка в овальчике Вот этот гриф Луганский Получается Имеет В стакане Два отверстия технических Сюда заливается смазка Как сделан сам стакан Получается Он выточенный Здесь закручена пробочка Здесь дальше Внутри Два сухаря Которые не дают Грифу выскочить Вот здесь более тонкая Здесь потом промежуток Расширенное Такое вот для двух сухарей И зажаты Широкой такой гайкой Гайка В гайке И в стакане Просверлено вот такое сквозное отверстие И забит сюда Такой штифт Который не дает Раскручиваться гайке Что дает Ну такую надежную конструкцию Конечно вот Но пока гриф новый Он не телепается Стакан Он просто вращается Когда со временем Разбивается У многих советских грифов То стакан вот так вот В стороны Вот сюда двигается И из-за того Что отверстие сквозное Здесь Через всю гайку Новое Уже не просверлишь потом А лечится это все Грубо говоря Подтянул Выбил штифт Подтянул Гаечку Буквально там На пол оборотика Она придавилась к грифу И все И он перестает шататься Выходом из ситуации Будет просто вот этот штифт Не вбивать А взять обыкновенный болт Подобрать Нарезать сюда резьбу Срезать гайку с болта И просто сделать Обыкновенную прорезь Отверткой его закручиваешь туда Сильно вплотно И со второй стороны Точно так же Он упирается Распирается в резьбу гайки И потом аккуратненько Подшлифовывается напильничком И все Гайка не раскручивается Она поджата с каждой стороны Такой Таким болтом И гриф Уже потом опять Вот так не шатается Так избавляется От лишнего люфта На советских Которые уже расшатались Грифах Смазка заливается Вот в эти два технических отверстия И с торца грифа Тоже немножко Жидкой смазки Прокручиваете Все спокойно И все Со временем Каждые там Лет пять Выбиваете Вытаскиваете Вся смазка Которая затвердела Со всякой пылюкой Просто снимаете ее По новой смазаете Одеваете Все на место Ставите И так обслуживаете гриф Сюда же Жидкой смазки Заливайте Старайтесь Каждые полгода Это был канал Узнай секреты профессионалов Подписывайтесь Ставьте лайки Пишите комментарии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому